Беспилотные грузовики будущего Четвертый уровень автономности предполагает самостоятельные повестки по заданному маршруту с помощью искусственного интеллекта. На дороге машина будет ориентироваться с помощью множества камер, радаров и прочих датчиков. А какие легковые автомобили еще умнее или экономичнее наверняка знает наш коллега Иван Зинкевич. Сравнил популярные модели и нашел наиболее оптимальный вариант. Автоматические трансмиссии сегодня самые технологичные и удобные. Вариантов их много. Одна из последних разработок – преселективная коробка или робот с двумя сцеплениями. Она сочетает лучшие качества классического автомата и механики, экономичность, быстроту переключений и комфорт. Рассмотрим три хэтчбека C-класса разных брендов с такой трансмиссией, официально представленных в России. Сначала кореец. В базовую комплектацию автомобиля Kia Ceed с коробкой 10 входит 6 подушек безопасности, климат-контроль, мультимедиа и система с Bluetooth с камерой заднего вида и парктроника. Такая трансмиссия поставляется только в паре с бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра мощностью 140 л.с. Максимальная скорость – 205 км в час, объем багажника – 395 литров, цена – 1 млн 275 тыс. рублей. Теперь американец – Ford Focus. В базовую комплектацию с шестиступенчатым роботом PowerShift входят боковые зеркала с электрорегулировкой, система курсовой устойчивости, электростеклоподъемники, система контроля давления в шинах, кондиционер, мотор бензиновый, атмосферный, объемом 1,6 литра и мощностью 125 л.с. Максимальная скорость – 193 км в час, объем багажного отделения – 316 литров, цена стартует с отметки 934 тыс. рублей. Третий сегодня – чешский вариант. В базовую комплектацию Skoda Octavia с коробкой DSG входит кондиционер, подогрев передних сидений, подогрев зеркал заднего вида с их регулировкой, современная мультимедиа и четыре подушки безопасности. Мотор турбированный, бензиновый, объемом 1,4 литра, мощность – 150 л.с. Максимальная скорость – 223 км в час, объем багажника – 568 литров, цена – 1 млн 381 тыс. рублей. Сравнивая эти модели, можно отметить следующее. Ford заметно дешевле остальных, но атмосферный движок явно слабее. Комплектация – лишь необходимый минимум. Kia – середина и по характеристикам двигателя, и по набору оборудования, и по цене. Škoda – самая дорогая, хотя комплектация беднее корейской. Но есть и плюсы – она больше по размерам, и у нее самый мощный в тройке мотор. Конечно, автомобили с преселективными роботами подороже аналогов с другими трансмиссиями. А вот по стоимости обслуживания не отличается. Кстати, как и по надежности. Одним словом, выбрав такой вариант, вы точно не пожалеете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...